И в наше время пытливый и наблюдательный человек может сделать открытие без всяких приборов. Эффект припания струи можно заметить даже у себя на кухне, а запатентовал его румынский инженер Генри Коанда. Струя прилипает к обтекаемой поверхности, и этим процессом можно управлять. Эффект Коанда — один из основных эффектов струйной гидропневмоавтоматики. Исследования на бакетах позволяют раскрыть физическую сущность процесса прилипания. Струя жидкости или газа захватывает частицы окружающей среды и уносит их. Между струей и стенкой возникает область пониженного давления, в результате чего струя прижимается к стенке. В области пониженного давления образуется зона циркуляции. Эффект прилипания ярко выражен для плоских турбулентных струй. Если в зону циркуляции ввести поток управления, струя отрывается от стенки. Управляющий поток увеличивает давление в циркуляционной зоне, в результате чего струя отрывается и прилипает к противоположной стенке. В зависимости от команды, струя будет перебрасываться из одного устойчивого положения в другое. На основе эффекта прилипания созданы дискретные струйные элементы. Такие элементы состоят из крышки и платы. В платье выполнены канал питания, рабочая камера, каналы управления, Два атмосферных канала для сброса излишнего расхода или для подсоса воздуха. И, наконец, два приемных канала. В этом элементе рабочая камера несимметрична. Поэтому струя неизбежно прилипает к левой стенке. И элемент имеет только одно устойчивое состояние. Переброс струи происходит принудительно по сигналу управления. А возврат в исходное состояние после снятия этого сигнала. Если управляющего потока нет, струя уходит через левый приемный канал в атмосферу. Сигналы управления перебрасывают струю в правый канал. При отсутствии этого сигнала элемент возвращается в исходное состояние. Логические струйные элементы на схемах изображают прямоугольниками. В этом струйном элементе функция или реализуется в правом выходном канале. Давление в нем возникает, если расход подается или на первый вход, или на второй, или на оба одновременно. Если выходной канал соединить с одним из каналов управления, наш элемент становится ячейкой памяти. Подадим давление на запоминающий вход. Элемент переключается. Благодаря обратной связи такое состояние сохраняется и при снятом входном сигнале. При подаче давления в канал стирания записанная информация уничтожается. На основе эффекта прилипания струи можно строить и более сложные функциональные узлы. Например, генераторы пневматических импульсов. Направление одной струи можно изменить воздействием на нее. Но другой струи. Эффект отклонения результирующей струи объясняется действием закона сохранения импульса. При прочих неизменных условиях величина угла отклонения является функцией давления в управляющем канале. На принципе поперечного взаимодействия строй построены пропорциональные стройные усилители, выходные сигналы которых изменяются плавно. Вот один из таких усилителей. Это его условное обозначение. А так он устроен. Канал питания. По сторонам два канала управления. Выходной канал. И каналы для сброса расхода в атмосферу. Усилитель с одним выходом предназначен для сравнения и усиления сигналов в системах управления, контроля и регулирования. Пропорциональный усилитель имеет и другую модификацию с двумя выходными каналами. Это расширяет его функциональные возможности. На пропорциональных усилителях можно строить также и дискретные устройства сравнения. В нашей стране разработана система струйных элементов под названием Волга. В них используется как эффект прилипания, так и эффект поперечного взаимодействия струй. На этих элементах могут быть собраны достаточно сложные устройства. Стройные элементы применяют для построения систем, управляющих промышленными роботами. Ламинарная струя на некотором расстоянии от выхода из капилляра Турболизуется самопроизвольно. Положением турболизационного конуса можно управлять, изменяя давление в трубке. Но турболизацию можно вызвать искусственно с помощью струи управления. При переходе ламинарного течения в турбулентные изменяется профиль скоростей струи и теряется ее устойчивость. Управляющая струя Турболизация деформирует профиль скоростей основной струи и такая принудительная турболизация наступает раньше естественной. Импульс струи управления намного меньше импульса основной струи, так что эффект турболизации можно использовать для усиления сигналов. Установим на пути основной струи стенку с приемной трубкой. Подача струи управления резко уменьшает расход в приемной трубке, что позволяет добиться больших коэффициентов усиления. Если перед приемной трубкой установить диффузор, то вследствие эффекта коанда снижается остаточное давление на выходе усилителя. Турбулентные усилители компактны и надежны в работе. При натекании струи на стенку образуется веерная струя, так называемый радиальный поток. Он возникает и при встречном соударении струи. Изменим динамический напор на срезе сопла. Тотчас изменится положение радиального потока. Поместим между соплами диафрагму. Теперь результирующий поток перемещается относительно нее. Диафрагма делит корпус усилителя на две камеры. Сливную и рабочую. Здесь рабочая камера справа. Появление даже незначительной разности между импульсами соударяющихся струй вызывает теперь многократное изменение выходного сигнала. Это условное изображение такого усилителя. Вытекающую из сопла струю можно сфокусировать. Это явление положено в основу другого принципа управления усилителями на встречных струях. Фокусировку осуществляют специальным соплом, который концентрически охватывает сопло питания. Благодаря этому расширяются возможности применения таких усилителей. На испытательном стенде макет элемента с продольным взаимодействием струй. Этот элемент работает на жидкости. Незначительное изменение давления в канале управления левой манометентра камеры к ее периферии гидравлическое сопротивление прибора невелико. При обратном подключении камеры гидравлическое сопротивление возрастает во много раз в результате закрутки потока. По закону сохранения момента импульса скорость течения спирального потока растет от периферии камеры к ее центру. А давление падает и становится даже ниже атмосферного. В центре выходного отверстия образуется засасывающая воронка. Нетрудно заметить, что вихревая камера аналог электронного диода. Принцип закрутки потока применен и в конструкции вихревого усилителя. Вихревой усилитель аналог электронного триода пищевой промышленности и других отраслей народного хозяйства. Создан, например, кислородный дыхательный аппарат. Вихревые триоды служат клапанами входа и выхода. Ими управляет стройный дискретный элемент. Он срабатывает от перепада давлений при нормальном дыхании человека. Вихревые камеры могут служить... Вихревые камеры могут служить... ... ... ... Продолжение следует...